И в продолжение темы. Сегодня в Беларуси отмечается День медицинского работника. В этом году праздник особенный. Ведь работа всего персонала отрасли, от врачей до лаборантов, от медсестер до водителей проходит в условиях повышенного риска. COVID-19, который обрушился на весь мир, испытывает на прочность всех без исключения. Особенно тех, кто связал свою жизнь с системой здравоохранения. И сегодня мы говорим спасибо каждому из них. Наши корреспонденты, выезжая на съемки в больницы и поликлиники региона, раз за разом убеждались. Труд медика сейчас неоценим, сложен и, увы, опасен. Марина Джалая продолжит. Десятки сюжетов, интервью, комментариев для СМИ. С начала пандемии, несмотря на колоссальную загрузку, медицинские работники и вся отрасль как на ладони. Корреспонденты, снимая сюжеты в медучреждениях, видели, в каком напряженном ритме работают там люди. Что стоит хотя бы ношение защитного костюма? Мы проверили на себе, каково в нем. Поверьте, неудобно и жарко. А ведь сейчас начались самые знойные дни, и медикам стало еще тяжелее. И все-таки в это непростое время радует, что люди в большинстве своем понимают, какой ценой медикам дается борьба за наше здоровье и жизни. Вот, например, кадры материала, которые мы снимали в третьем филиале Гомельской центральной городской поликлиники. Наталья Забавчик, которая была на приеме врача, очень тепло отозвалась о работе медиков. Сказала, что помощь как при вызове врача на дом, так и при амбулаторном приеме, оказывалось очень быстро. Никаких долгих ожиданий и очередей. Хочу сказать всем врачам, медсестрам, всем нашим медикам, большое спасибо. Девочки, мальчики, ребята, держитесь. Вы наша надежда, вы наша опора. А мы постараемся не болеть и выполнять полностью все ваши рекомендации. Ежедневно здесь принимали от 60 до 80 человек симптомами ОРВИ. От 8 до 30 из них брали анализ на коронавирус. Тогда же поликлиника получила экспресс-тесты. Их делали контактом первого уровня и медработникам, которые оказывали помощь пациентам с ковид. На наших глазах один из них сделали медсестре. Она являлась контактом первого уровня, и это был повторный анализ. К счастью, отрицательный. Мы сейчас проведем тест на примере медсестры Ольги, которая у меня занимается тем, что обслуживает и оказывает помощь пациентам с ковидом, бессимптомным течением, а также производит забор мазков, биоматериала на ПЦР, реакцию ковида. Медикам и сейчас работать нелегко морально и физически. Им приходится трудиться в условиях большого стресса. И самое лучшее, что можем сделать мы с вами – беречь себя и давать им меньше работы. А если чувствуете себя неважно, обращайтесь за профессиональной помощью. К слову, по результатам работы в первом квартале Гомель среди всех областных центров имеет минимальный показатель смертности населения в детском и трудоспособном возрасте. Мы выражаем слова благодарности тем людям, организациям, которые нас поддерживают и с точки зрения моральной, материальной. Говорим слова благодарности и низкий поклон. А это майские материалы из Ветковской районной больницы. На входе, как и в гомельских медучреждениях, фильтр. Без измерения температуры и обработки рук внутренне пропустили даже нашу съемочную группу. За день в поликлинику в мае обращались около полутысячи человек. Это вместе с вызовами на дом. Лично приходили около половины. Если у пациента температура повышена, отправляли в специальный кабинет. При подозрении на заболевание пациентам делали экспресс-тест. Если он подтверждал наличие пневмонии, то для окончательного диагноза проводился анализ методом ПЦР. В случае, если есть какие-то подозрения на коронавирусную инфекцию, через выделенную специально зону пациент провожается в лабораторию и в рентген-кабинет, где выполняются ему исследования. Также есть возможность исследования экспресс-тестом, если у нас есть подозрения на пневмонию данного пациента. Если экспресс-тестом пневмония подтверждается, и пациент у нас имеет коронавирусную инфекцию, то эти пациенты у нас переводятся в организации города Гомеля. Еще в эти месяцы все неравнодушные люди, от предприятий до волонтеров, помогали медикам. Делали щитки, маски, обеспечивали прочими защитными средствами, антисептиками, обедами, оборудованием. Например, Гомельская областная организация Красного Креста подарила инфекционной больнице рентген-аппарат. Технику купили благодаря поддержке партнеров. Хотим выразить огромную благодарность от лица администрации нашего учреждения Гомельской областной инфекционной больницы, организации Красного Креста, за предоставленный нам рентген-аппарат, который нам сейчас очень необходим, востребован, нужен. Спасибо вам еще раз большое. А это первый гомельщанин, который сдал плазму с антителами. Сейчас это действительно ценно, ведь переливание плазмы крови – один из методов помощи тяжелобольным пациентам с коронавирусом. Стать донором плазмы Алексею Зайцу предложили специалисты Гомельского областного центра трансфузиологии. Спортсмен сразу согласился. Он первый в нашей области, у кого обнаружили COVID-19. Сегодня всех, кто имеет отношение к системе здравоохранения, поздравляют благодарные пациенты. А сами руководители этой сферы и медработники сняли для своих коллег трогательный ролик. Уважаемые коллеги, сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник – День медицинских работников. Именно своим трудом, своей профессией вы сохраняете самое лучшее, что есть в жизни человека – это его здоровье. Уважаемые, дорогие коллеги, примите самое теплое поздравление, самое хорошее пожелание. И пусть каждый день приносит вам удовольствие. С профессиональным праздником! Уважаемые коллеги, примите самое теплое поздравление с нашим профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Наш труд – это творчество, где нет права на ошибку. Хочу вам пожелать, чтобы вы выберегли себя, своих близких, дорогих. Вам отдано самое ценное, что есть у человека – это жизнь. Наслаждайтесь этой жизнью, любите ее и уважайте друг друга. Спасибо вам за ваш благородный труд. Дорогие друзья, разрешите мне от 4 тысяч студентов Вомельского государственного медицинского университета поздравить вас с большим днем – Днем медицинских работников. Как врач врачу, удачи вам, здоровья, крепости во всем. Марина Джалая, Новости недели.